Как у Шолохова в книге, так и в зрительном зале. Звуки, трепеща как крылья белогрудого стрепета в полете, торопясь звали за собой. Песня в казачьем стиле всегда поется в 3-4 голоса. Нарекания известного певца казачьего слова пытаются воссоздать артисты филармонии и ансамбля «Вольница». Живое шолоховское слово, прочитанное глазами, это одно ощущение. Живое шолоховское слово, сказанное с эстрады, это другое ощущение. Вот это сочетание дает уникальность программы. Оно позволяет раскрыть шолоховское слово в полной его величине. Все звучащее здесь подлинное казачье. Услышать эти песни можно либо в произведениях Шолохова, либо в станичных куренях. Каждая композиция начинается с определенной главы из романа. Руководитель ансамбля «Вольница» Александр Венглевский исполняет на сцене больше 10 песен из концертной программы. Несколько музыкальных произведений, упомянутых в романе, он не нашел до сих пор. Говорит, тексты есть, а музыки нет. Шолохов – это бевец казачьей истории. И вот роман «Тихий дон» – это, по сути, венец творчества этого замечательного писателя. Были и после «Тихого дона», конечно же, хорошие произведения его. Но здесь, в этом романе, огромное количество песен, более 30. Аудио и видеозаписи с народными казачьими песнями распространят в техникумах, школах и библиотеках. По мнению организаторов, это позволит сохранить фольклорное искусство родного края и передать его потомкам. Концертная программа «Песни Тихого дона» в университете звучит впервые, но ее готовы снова повторить. Казачья песня – это уникальное явление в искусстве вообще, ибо каждая песня – это спектакль, каждая песня – это история. Каждая песня раскрывает определенный самобытный образ казака, казачки. В следующем году песни из романа будут звучать чаще. Не только весь дон, но и вся Россия отметит 30-летие со дня смерти Михаила Шолохова. Вальдина Назаренко, Андрей Коробко. Главное новости.